Егейминг Бэтс С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. Егейминг Бэтс Ты точно знаешь, кто победит. Субтитры создавал DimaTorzok Несколько комнат с различными режимами игры, ежедневно более тысячи игр, 5 тысяч игроков, 25 тысяч разыгранных вещей. Тебе не нужно много скинов, чтобы стать победителем. Тебе не нужно много скинов, чтобы стать победителем. Ну что же, друзья, мы продолжаем. И также, конечно же, с нетерпением ожидаем карту Нюк. Вместе с вами Кванет Афу Микрофонов. Конечно же, Хеллрейзер с командой Спирит. Ну и жесткая драка, надеюсь, продолжится и на второй карте. Да, действительно, Мираж получился напряженным. Команда Ашер буквально в последних раундах все-таки вырвала победу на Мираже. Ну а нам напоминают коэффициенты. 54 против 46 в пользу более опытной команды. Ну а вот Тим Спирит в качестве таких, ну может быть, где-то темных лошадок все-таки. Ну, наверное, наверное. Особо на них не ставят, хотя вот 46. На самом деле, ребята в хорошей форме. Там хорошие игроки, которые могут показать нам очень интересный контра-срайк. Вот и статистика об этом также говорит. Давкост лучше по итогам Миража, но это была его карта, на которую он обязан жестко раздавать. Ангел Зеро также неплохо показали вот свою стрельбу. Ну и, конечно, да, Давкост перестрелял Смайка, но Смайк был неплох. Хотя, да, из-за ВП больше убийств у Смайка, Давкост такой более универсальный парень. Ну хотя 27-21 не такой хороший разрыв, на самом деле. Ну Смайк был неплох, поэтому тут ничего не скажешь. Команда карту выиграла, снайпер свою работу сделал, поэтому посмотрим. Да, конечно, всегда от этих ребят СВП ожидают больше игры. Все-таки девайс заставляет там ваншотить, делать там жестокие минусы. Но не у всех это всегда хорошо получается, особенно вот стабильно. Даже там великие такие игроки, как Гвардиан, иногда идут на спады. Ну что, ждем нюк. Очень интересно, что же произойдет на этой карте, потому что... Мало мы ее видим, в принципе. Мало мы ее видим, это раз. Ее поменяли не первый раз уже. И все эти изменения, опять же, как по мне, это улучшение, знаешь, стороны защиты. Потому что больше ящиков, больше нычек. По идее, надо бустить атаку, они добавляют там на улице все эти проходы какие-то, балконы. Но тем не менее... Они добавили динамику, да. Но, в общем-то, глобально на карту не поменяли. Это как ступеньки на Кобле. Вот кому они больше помогают? Защите там с них мансоваться, либо атаки, когда уже стоит бомба на Б, потом мансоваться с плента наверх очень удобно. По-моему, атаки гораздо больше эти ступеньки добавили на Коблстоуне. Ну и, в принципе, вот где-то такие же мысли у меня о карте динюк. Что защита здесь, конечно, доминирует. Но мы вспоминаем вот еще первые игры на нюке. И все-таки тактики есть. Можно проходить улицу, давить там, зажимать. И, конечно же, хорошая стрельба иногда может вытащить эту карту. Да не только. Здесь очень интересные раунды. Мы, конечно, видели американцев, которые, да не только их, которые вот типа Хика, которые показывали, как работать на двери в будке с шотганами разными. Да, да, экспериментировал Хика неплохо. После этого, я помню, еще в паре официалок там пытались с дробовиками играть ребята уже из других команд. Да, на мэджере играли. Там, слушай, там дверь, все-таки будка, вентили, выход под бетом. Это все ближняя дистанция. Это везде упор. Там можно очень реально жестко сдавать с этого девайса, фармить, там, умножать экономику команды. Короче, очень много пользы. Ну, посмотрим, будут ли использовать мощный дробовик МАК-7 или ХМ Хеллрейзерс или команда Тим Спирит. Сайдпик завершился. Спирит обороняются. Обычно именно эта сторона все-таки побольше раундов отвоевывает. А Шер будут нападать. Ну, и ждем готовности коллективов. Я пока одним глазком открыл статистику. Спирит всего лишь дважды играли Нюк. Оба раза против польской пятерки Прайд. Один раз выиграли, второй проиграли. Ну, там 16-11, 16-14. То есть, ну, кое-как больше десяти набирали. И так как это CS GO, здесь всегда будут решать снайперские винтовки. На такой карте Нюк, в принципе, тоже. Но мы, опять же, видим местами попытки игры там и без такого девайса. Там как АВП, либо SCAR и так далее, и тому подобное. Просто там калаши, дымы, хорошие такие раунды на ближней дистанции. Ну, посмотрим. Опять же, тут очень много интересного может быть. И, опять же, какого-то стандарта по-прежнему нет. Есть наигранные раунды, которые больше всего играли команды. Но стандартными назвать нельзя. Вот этот Молотов можно назвать стандартным. Да, Молотов моментально тушит темп атаки. Заставляет немного похолдить. Дима, ну, не знаю, зачем сделал этот шаг. Хотел чуть дальше услышать, наверное. Но там все на шифте, конечно. Горит, не горит, проверьте. Работает Молотов, все нормально. Ну что, готовится врыв над команды Hellraiser. Team Spirit на приеме. Хорошие минусы. Но Ангел, Зеро отвечают. Ну, на долю секунды 3 в 5 остались. Ашера сразу же 3 в 3 ситуация. Девятка сейчас очень может жестко подставиться. Уходит Колди. Ну, Колди не попал. Кибакин параллельно давит спину. А хороший шанс для Team Spirit. Но с Майкой и Зеро. Давкост 5 хп опасно. Кибакин может задавить. Все, Зеро 1 остается вдвоем. Могут 1 на 1. Красный остается Давкост. Какая ситуация. И все-таки Зеро тащит раунд. 1-0 за Hellraiser в атаке. Это, ну, как на Нюке, наверное, выиграть раунд за атаку. Как на трейне. Приятно вот на Нюке. Да, конечно же, когда атака берет пистолетку, это как бальзам на душу. Минимум 3 раунда можно забрать. И, в принципе, даже 5, даже 4 иногда достаточно, чтобы там комфортно уже комбэчить. Ну, а вот Team Spirit не совладали с разменами. Вроде бы сделали N3 киллы. И оставались в большинстве 3 в 2. Но все-таки HR. Красавчики. Переаимили. Перестреляли. Смотрим дальше. Force by, соответственно, от россиян. Это диглы, это арморы. Два набора китов на всякий случай купили. Ну, кстати, вот он первый минус уже. Сотфик. Останавливает в мейне Смайка. Ангел. Сбоку, конечно, но не успевает никак разменяться. Сотфик пошел дальше, Аркадий. Вот это, наверное, зря он уже делал. Ну, да. Но если бы сделал минус, была бы уже очень крутая ситуация. 5 в 3. Но, увы, увы, не повезло. Давкост. Отыгрывает верхний плент. Кибакин пытается сейчас выйти в бок. Это подарок. Просто торчит ствол у Ангела. Но не убил. Но это провал. Остается один давкост против троих игроков команды Hellraiser's. Не попадает в голову и сразу же получает в ответ хэдшот от Кирилла Карасева. Ну, и счет матчем чуть-чуть меняется. 2-0. В принципе, пока что все-таки без приключений. Даже несмотря на entry kill команду Spirit, пока все нормально для Hellraiser's держится. Да, у них и в первом раунде были entry kill, и во втором. Ну, все-таки уже заметно, что командам не так комфортно действовать на карте Денюк. И у Ангела там торчало полмодельки. Его задавить, соответственно, не смог игрок под тегом Team Spirit. Да, ну, ты говоришь, что Spirit там россиян. Не забываем, что, конечно же, Колди это украинский легионер. Это российская команда. Да, ну, все-таки отметим. Напомним точнее. Шопфик пытается вновь сделать entry kill. Не получается, как мы видим. Но, правда, давкост исправляет эти досадные промахи. В итоге 3 в 2. Ну, уверенно пытается давить Hellraiser's. Все-таки Ангел справляется снова с давкостом на улице. И, опять же, Колди 1 в 3. Тут, конечно, очень тяжелая ситуация. Где же там бомба лежит? Бомбу забрали. Все забрали. Все нормально. Установят спокойно уже, скорее всего, тут 3 в 1 дожмут Hellraiser's. Ну, а дальше, скорее всего, команда Hellraiser's обязана поменять вектор атаки и сыграть что-то на улице. А вот быстро или нет, это вопрос. Хотя, с другой стороны, они понимают, что там может появиться давкост. И он всегда опасен. Хотя позиции снайпера их там не так много. И, может быть, как-то против него и сыграют. Но будут ли его отстреливать там, либо будут, наоборот, его дымить. Это вот уже вопрос команды Hellraiser's. Доигрывается раунд чуть-чуть. Попытался Колди тут испортить настроение Ашером. Да, сделал один минус, но на этом все и закончилось. Итак, важное решение. Ну, давкост, соответственно, покупает АВП. У Team Spirit хороший первый девайсный. Со снайперской винтовкой. Смайк отвечает также закупом прицела. Ну, это все читаемо. Вот весь закуп Team Spirit. Все это понимают Ашеры, конечно же. Ну, можно на рампы сходить, например. Ашер туда особенно не врывались. Мы видели все-таки акцент под верхний плент. Нет, нет. Это, видишь, улица сейчас, конечно же, массово будет проходить. Двое понизу будут направляться. Пока бьют стекла для граната, плента. Sticker подготавливает там платформу для каких-то пробросов. Сфотфик снова на дверях. Дима мы видим в районе будки. Ну, не пошли агрессивно. Вот, когда этого Ашер все-таки заняли точки. Все позиции готовы к врыву. Ну, не так агрессивно на улице, как я думал. Тоже очень аккуратно. Это заготовленный раунд на точке А. Ну, вот очень долго. И снова вот просто поднимается парень. Снизу ставит хитшот. Ну, и пошел выход. Гранаты все-таки ослепляют соперников. Довольно неплохо. Но одного игрока потеряли. И вот как раз, возможно, его в этой атаки не хватило. 3 в 2 ситуация для Team Spirit довольно неплохая. Была до этих фрагов. И уже остается один кибатин. Да, Ашеры пока показывают, что у них абсолютно подготовленный нюк. И они могут играть по-разному. И раундов очень много. Да, 4 в 5 выходили меньшинство Машер. Но после размена остались в большинстве. Правда, Кибакин очень качественно отстреливает с Майка. И может потащить раунд красавчик. Также говорит, что не забывайте, что в этой команде не только давкост опытный, но и есть Кибакин. И красавчик берет, а ВП сохраняет. Берет важнейший раунд. Ну, вообще, вот честно. Первый девайсный вытащил. Ну, классно. Он вышел на самом деле. Вот в винте сразу потушил снайпера. Вот второй игрок мы видим. Погиб с дымом в руках. После этого Смоу, конечно, там уже разорвался снизу. Так, ну, в общем-то, давайте вот все-таки опять же думать о игре. Ашеры прекрасно понимают, что делать на этой карте. Они прекрасно понимают, где же будут находиться соперниками. И вот против АВП они сыграли подготовленным раундом на точку А. А я думаю, такой раунд у них не один у этой команды. А это значит, что будет все так непросто для того же давкоста. Опять же, настрелять кучу фрагов, потому что банально на него могут не ходить ребята. И не всегда получится здесь себя реализовать в СВОП так жестко. Ну, что же, сильных подготовленных тимплейных игроков. Давкост пока особо не настреливает. Там снова разбили кучу стекол. Ну, и раунд улица. Давали шансы. Там Смоук увидели, как лежал. Мог реально забрать уже давкост одного из соперников. Но на этот раз все довольно просто. Трое очень быстро проходят вниз. Бомбу сверху. И вот теперь уже можно делать раунд. Нет, Аширы пока на нюке играют. Очень интересно. И, конечно, интересно, как будет действовать команда Спирит. Но это как интересный нюк будет. Спирит пока пытается подстроиться под модель атаки Ашир. Вытащил, конечно, Кибакин клатч раунд. Но это уже так на стрельбе на волюшке. Так, будку хорошо тут вроде бы прогоняют. Но по стрельбе отлично. Сотфик, Колди, Сотфик. Минус от Кибакина. Да вообще ничего не получается. У Хеллрейзерс вроде хорошо зашли. Но выйти не смогли. Ходор произошел. Да уж. Двери не открылись. Зеро последний. Сделал один минус. Вот практически дожал, кстати, до вкоста. Ну, потеряли одного Диму. Спириты. И это должен быть экономический для Ашир. Да, сильна сторона обороны на этой карте, как ни крути. Это вот показывает нам эти раунды. Ну, Тим Спирит молодцы. Но, опять же, все очень тяжело им дается. И это будет небольшой форсетский в исполнении команды Хеллрейзерс. А вот, может быть, сейчас на Б полетит команда. Очень интересно. Там вообще не щупали. Там пока что ребята не знают, что происходит. У команды Спирит нет. Это дверь. Старая добрая дверь. Стратегия очень олдскульная. Но, правда, Сотфик убивает уже помпкерри. Три минуса у Тим Спирит. Нет, нет, нет. Этот только в матчмейкинге может пройти. Видимо, подготовленная команда очень неплохо здесь разбирает. Стико! Но Стико просто вот он творит невероятные вещи. По стрельбе дает минус три. Ну что, Зеро, может, потащишь молота в будку. 66 хп, чтобы оружие ничего не своровал. Бомба не в руках. Она на точке выпала. Ну и, конечно, не просто будет этому парню. Он уже тащил сегодня. Может, и сейчас пропереться. Нужен первый минус. Он там сделал фейк по уходу. Но, опять-таки, команде Спирит тут изобретать велосипед не нужно. Стоять просто халдить на бомбе достаточно. Матваки очень неплохо прогрессируют по игре в команде Hellraiser. Несмотря на все эти вроде бы спорные результаты. Там досадный не выход на очередной мейджор. Но игроки растут. Это очень важно для коллектива. Так, Zero выдерживает тайминги. Мы видим, очень жесткие. Ну, времени много. Тем более, бомба практически в планете лежит. Ему подтащить это еще жестче, как в предыдущем. Там тащил парень 1.2. Ставкост уже решил, не нужно АВП. С СЗшки добью. АВП, правда, ХП, ну, 50. Там СЗшка не сразу его убьет, если что. Ждет до конца. Вот вопрос, что он будет делать. Будет вылетать, там кого-то убивать, хватать пушку, убегать. Придется идти за бомбой. Может быть, там таймингово выйти. Но сейчас увидим. Да, все-таки просто потерял время. На самом-то деле бомба никуда не сместилась. Он тут же два соперника. Очень неудачно. Все. И просто потерял время. Да, перехалдил однозначно. Команда Spirit, наверное, даже расслабилась, когда на таймере оставалось уже 20 секунд. А к бомбе никто так и не пришел. Там вряд ли они расслабились. Они, наоборот, там поднапряглись. Так 20 секунд, сейчас придет, сейчас придет. А он все не приходит и не приходит. И заставил понервничать. Ну, если бы убил хоть одного. Ну, ладно, это все-таки был форсбай от HR. Ничего серьезного не поменялось. На табло у нас 3-3. Три раунда подряд от команды Spirit. И, конечно, оружейный раунд от Killraiser после этого небольшого форса. Ну, и смотрим, что же они на этот раз придумают. И чем ответят. Бомба под респауном. То есть это очередной такой медленный выход. Снова разбили стекла. Возможно, мы увидим Молотов на будку. Пугает соперников. Но вот опять же битые стекла говорят о том, что готовят гранаты на плент соперники. Но... Ну, вот он, вот он, Молотов. Можно и опять же фейковачить все эти вещи. Они это тоже понимают. А Шеры не используют больше улицу. Полетел коктейльчик. Сразу же контргранаты в водку. Выход в дверь. Нет, останавливается. Очень уверенно Дима. И все пока просто. Нет, надо пробовать улицу. Мне кажется, Ашером. Иначе поплывет вся эта сторона. И вообще Spirit могут очень уверенно все закончить. Стик пытается что-то сделать. У него один КП против троих. До свидания. Получается все-таки по последним раундам у Spirit встречать выход в район базы А. На старте половины Ашер там давали размены. Но сейчас мы видим буквально один Дима там со своим зажимом делает 2-3 минуса. Тут опять же вопрос, что будут делать Ашеры дальше. Вот они могут пытаться вот фейковать эти выходы на точку А. Показывать, что они снова выходят. И потом все-таки наконец сумеять направление атаки. Но это улица. Либо все-таки выходы первой попытки на Б будут. На Б опять же пока не ходят. Чисто на правую сторону идет односторонняя такая игра. Мы недавно видели опять же такое в исполнении Болгар на Кэше. Они тоже только на А за атаку ходили. Ну все-таки тут попроще. Пленты очень рядом. Буквально через... Ой, 2 секунды ты уже переместился. Хедшоты со всех сторон. Да, был раунд на Б, но опять же там смещение. Вентиль на Блэйте уже не считается. А тут пошла настоящая рубка. Но не получается дальше вот Ашером зацепиться за фраги. Хотя есть кольт у Зера. И может быть он с ним настреляет. Правда, ситуация 1-4. Да, Зера последний. Дает фраг по Диме. Информация минимальная имеется. Дабл килл от Зера. Вот это уже серьезно. Потому что только... Или вообще не потерял ХП, или один потерял. Не важно. Да, 99 в принципе тут без раффа бомба с другой стороны. Что-то да, немножечко. По радару шел. Ну, потерялся, ничего страшного. Но проблемы у Team Spirit. Реально раунд 4 в 1. Двое отдаются. Частенечко вот в большинстве начинает как-то разваливаться команда Spirit. И приходится, мы видим, доигрывать уже на нервяке. Им это вообще очень невыгодно. Они теряют пушки. Там один упал. Это 4 в 100 минимум. Там плюс гранаты 4 в 500. Упало 2. Это уже 9 тысяч минимум выбили нам. А если это Снайпер, то это вообще беда. Это вообще куча-куча денег. Да, Снайпер мы вчера или когда считали там 10 тысяч сразу. Один потерял, 5 второй набрал. Кто слышал, Кебакин? Нет, или таймингово пошел проверять. Неплохо пошел. Какие тайминги. Какие тайминги. Он не увидел его. Вот это да. Зеро сейчас зайдет. Он развернется. Две спины. Раздача. Великолепный клач раунда от Зеро. Два хэдшота. 1-4. Господи. Ну что ж такое. Team Spirit за всю боль, конечно, раунд потащил Зеро. Ну, красавчик. И тайминг хороший. И не начекал его Кебакин. Вообще там бесшумно действовал Зеро. Да, за это мы любим КС. За это мы в него играем. Но если все было так логично, то это было бы неинтересно. Пацаны бы 4 в 1 всегда брали. Но вот появляется Мистер Зеро. Ломает вообще раунд. Ломает экономику. Обратите внимание на Байот Спирит. Там уже ЦЗшка, UMP, ФАМАС. Ну и вот важно, конечно, Ашер взять два подряд. Опачки. Смайк. Смотри-ка, на улице перестрелял Довкоста. Обратим внимание, там было АВП. Тут уже Клинкли нам решили вырубать. И это получилось. Все-таки начали в другом направлении атаковать. А потом где-то Довкост и проспал. Смайк забрал второго. А вот здесь ненужный минус от Сотфика для Ашеров. Потеряли Ангела, но остались в большинстве уже с продавленной улицы. Это, конечно, тоже очень важно. На таком быстром тайминге. Минут 15 до конца раунда. Битый Сотфик. Его тоже там чудом не добил игрок Ашер. Это Ангел. Пошли за бомбой, Смайк. Смайк, царь, конечно. Минус 3. В этом раунде действительно снайпер включился на полную катушку Ашер. Ну и по ходу дела тут уже нужен клатч-раунд. Тим Спирит. Два в четыре. Очень опасно. О, тут может сейчас произойти интересный поджим. Все понимает Стика. Обычно ситуация отворачивается. Последнюю секунду. Последнюю секунду. Но на этот раз не отвернулся в данном случае. Игрок команды Хелл Рейзерс. И, конечно же, по Сотфику была инфа 30 секунд назад где-то. Ну, тут, в принципе, откуда он может прийти из вентиляции единственное. Ну, там это все закрывается. Или вот так через всю карту проползет. Но четыре фрага и дефьюз. Ну, это какая-то фантастика. Еще и без китов. Да, он и сейвит идет. Ну, опять-таки финансы закончились. Здесь у Спирит, наверное, армор, молотов, две флешки, ЦЗ, калаш дороже, чем полпроцента шанса вытащить с 19 хп против бомбы. Уходит сейвит. А Шер взяли уже пятерку в атаке. Как бы миссия выполнена. Но до конца половины еще очень много раундов. Ну, и непонятно, выполнено или нет. Может быть, Team Spirit нам покажет какие-нибудь чудеса атаки на карте Денюк и пронесут команду Хелл Рейзерс. Опять же, мы помним, что с пистолетами не все так хорошо получалось у Хелл Рейзерс. По крайней мере, в этом матче две проиграли пистолетки на первой карте. А вот на Ньюке выиграли. И выиграли ее еще. Это вообще, конечно, жесть. Это так против статистики, на самом деле, получилось. Там вот как раз очень интересный матч был для аналитиков. Потому что, действительно, за атаку команда Spirit берет пистолетку, два Эка и два Форса. И все это дело с пистолетами в руках. По сути, конечно, это было очень весело. И все раунды, которые они взяли на оружие, были за защиту. И, опять же, большая часть из них за счет фрагов Довкост и СВП. Да, Довкост, конечно, Миддл там контролировал. Но у нас продолжается Ньюк. Десятый раунд. Команда Шердер выходит таки вперед. Причем есть великолепный шанс сделать шестерочку сейчас. Ну, и, действительно, пока что видно, что кто играет на своей карте. Вот все идет к очень хорошей атаке от команды HellRaisers. Но, опять же, посмотрим, как получится на практике. Да, выглядят они подготовленными. Играют подготовлено. Но мы помним, что случилось там после 3-0, как жестко ответили Team Spirit. Да, там были раунды один в один. Но, тем не менее, они их брали. Ну, да, там отлично Кебакин вытащил один в два на Б, помним. Ну, это все в прошлом. Team Spirit пока довольствуется плохой экономикой. Жду, наверное, уже девайсов. И, опять же, досадно за Team Spirit, что все случилось. Вот вы помните этот раунд, конечно же, от Zero. И он так жестко, вот, как-никак, кстати, зашел для команды HellRaisers. Все, остается один Дима против четверых. Вот сейчас, может быть, тоже все-таки пошалит. Нет, не пошалит он. Если бы он забрал бы Бондика. Остался один-два. Там из Будки, по идее, второй должен был сразу. Ну, по идее, развернулся бы сразу там, хоп, проверить Будку. Если бы его убрал там один на один с красным игроком. Но, да, слишком много есть ли. 6-4 Аширы, красавчики, конечно, на Нюке. Атакуют очень мощно. Да, у них есть заготовленные раунды. Мы видели и по улице, и на А. Вот отлично получается, на самом деле, с верхним плентом работать у Ашир. И уже экономику поддавили. Вот, извини, Каван, что перебил. Вот, посмотри, нету Авика. И теперь, может быть, как-то поагрессивнее будет действовать защита. Потому что, опять же, никто не заставляет защиту сидеть там. Вот и поагрессивничал. И ждать соперника на плентах. Можно идти и поджимать. Но не так, конечно, как это сейчас получается. Вот Сотфик неплохо, потому что поджал Будку. Ой-ой-ой, Колди еще один минус делает. Раунд-то был 3 в 5, а уже 3 в 3. Вот и проспали поджимы игроки команды Hellraiser. Все-таки тут тоже не должна быть какая-то тусовка атаки. Если вы не делаете целенаправленный раунд на, либо вот выход на б-плент, то летом лучше не лазить вообще. Ну что же, Бондик на крыше. Смайк со своим АВП мы видим очень далеко. И единственный тут в авангарде атаки у нас Ангел, которого, ну, не начекает тут никак Колди. Боится, наверное, уже врыва. Там Зеро материализуется, в спину опять убьет. Так, Ангел, конечно, тут можно очень жестко зажечь, а можно очень жестко нафейлить. Вот посмотрим, как получится на этот раз. Влезть в девятку, понятно, не будет. Вот на реакции момент. А лево может прочекать. Это обычно услышал вообще Колди, но Колди очень... А как он живот не палился. Как Ангел в 1.6 с Фамосом просто вылетел и поставил ему по голове. Жеткий Колди прям-то. Вот патчи, я ждал, ждал. А где улучшение Фамоса? Где жесткие драйнухи? Ваншот врубающий типов. Решили начать с самых жестких девайсов, на которых все играют. Возможно, там в следующем патче. Они же звуки добавляют сначала на EMP-шке, в следующем патче на пистолеты добавили звуки. Ну и тут мы видим фиксер стрельбу пока с основных рифл пушечек. Может, дойдут потом до Галилов, Фамасов. Ну, может быть. Так, друзья, смотрим за Смайком. Конечно, включились Team Spirit. Напоминаем, 3 в 5 на старте раунда была ситуация. Уже Смайк остается в паре с Бондиком. Тащить. Ой-ой-ой-ой, в упоре просто тип. Отлично работает Кебакин. Бондик пытается тащить. Тут просто нужно всех по пульке. Нет, слишком сложно. Да, и с болью, с потом команда Spirit вытягивает этот раунд. И, черт возьми, история на Миража продолжается. Очень жесткая рупка раунд в раунд. Но, опять же, мы посмотрим до второй половины. И там вы все прекрасно понимаете. Команда, подготовленная на карте нюх, по идее, покажет интересную защиту. Но, опять же, стрельба иногда все меняет. Что мы видим по финансам? У Ашер очень много накопленных средств. Там по 10 тысяч было у двух игроков. И даже после закупа мы видим 6400 у Бондика. Кстати, а кто тренеру команды Spirit? Это мы говорили о тренерах на первой карте. И как-то вот забыли историю. Ну, даже не знаю, как-то команда... Ладно, узнаем. Ребята там, потому что кто-то есть, кто-то работает с командой. И очень обидно то, что мы вот как-то... Не обладаем этой информацией. Довкост уверенный такой жесткий минус. Постика сделан. Но только что, вы видели, очень жестко попала команда Hellraiser уже. И Ангел получил, и Смайк. Но действуем ОВП, но ненадолго. Минус Довкост. А, нет, надолго. Смайк уделает минус. Неплохо все-таки разменялся снайпер команды Hellraiser. Но вот они, правда, в меньшинстве. Довкост рискует сейчас. Флешка залетела. Разошлись миром. Наверное, Смайк должен продолжать нашивать. Тут есть Бондик. Конечно же, агент засланный. Бондислав попадал. А сейчас в девятке будет у нас раздавать. Его там вообще, по идее, не ждут. Так, ну такая позиция у Димы опасна. Туда Смайк может как раз сразу же накинуть прицел. Там окно. И следующая позиция идет на этот ящик. И так уже идут. Сверху вышли. А какая досада. Не добивает его. А там не понял вообще, что-то Дима. Странно. И слышно было. И дэмэдж прошел Диму. Откуда нашли? Но может быть как раз на экране он в эту секунду увидел Смайка. Там дуло. И все это вот произошло слишком быстро. Кибакин тоже хочет зайти сейчас спину в девятку. Под флешку будет врываться. Кстати, если даст флешку, Бондик наоборот развернется. Вот она флешка. Бондик и так знает об этом. Тут ошибается Кибакин. Бондик сразу чекает. Пытается просупорить у своего тиммейта. В будку уже зашел игрок защиты. Слишком рано, возможно, пошел Сотвик. 9 минусов. Довкост. Довкост. 20 кп. Пистолет. Абп. Что происходит? Может ваншот получиться, но Довкост мажет. И это был финиш. Это чудо зеро. Сколько раундов он уже сегодня протащил для команды Хилл Рейзерс. И он не останавливается. Кто-то вылетает у команды Спирит. Кого мы лишились? Да, вынужденная пауза. Да, в кост. Колди, Сотвик и Бакин на месте. Сейчас я тут что-то вылетел из головы. Как-то так. Ох, горе комментаторы. Дима вылетел. Дим, вернись. Димка, мы ждем тебя. Тут первая половина совсем скоро закончится. Ну, а Шер тащит на самом деле. Вот много класс ситуации. Ну, а деньги команды Спирит снова закончились. И вот снова непростое решение, что же делать дальше в этом матче. Друзья, еще раз всем здравствуйте. Это прямо эфир. Это студия StarLadder. SLTV и, конечно, второй сезон SLI-лиги. Европейская квалификация. Конечно же, основные супер жесткие команды подключатся до следующего этапа. Напоминаем, что финал этого сезона, конечно же, будет в Китае. Впервые в истории StarLadder. Тоже для нас историческое событие. Да, там жесткая китайская рубка будет. Также сейчас уже финиш китайских отборочных. Там тоже три команды получат слот. Завтра, послезавтра, по-моему, они уже доигрывают. А у нас тут, конечно, в Европе пожарче. А у нас тут решафлы идут. И все это уже по ходу квалификации Star Series. Конечно же, после мейджоров. Не факт, что мейджор вообще будет в этом году. Все об этом говорят. Вот уже после этого патча все сказали, что они вообще до Нового года будут пилить игру. Надо патчи, менять стрельбу, менять звук, в общем, делать патч, его убирать, возвращать, ставить на место. Там новые скины, все дела, конечно же. Ну, уже это дело во Львов. Решили, наверное, все. Турниры надоели, будем патчить игру потом. Вот патчи надоели. Может быть, перчаточки уже введут там до конца-то концов. Да, и народ возрадуется. Так, ну, ждем Диму. Кстати, вот пришла мысль на ХЛТВ. Тоже надо, по-моему, где-то тренеров вписывать. Вот есть же там игроки. Да, пора был. Лайнапчик. Ну, там ребята долго обновляются. Все-таки дизайн сайта, если не ошибаюсь, уже очень много лет не меняется. Полскульный, действительно. Ну, как всякие рекламные вставки быстро добавляют. Он выходит из моды, возвращается в моду, выходит из моды, возвращается в моду веб-дизайна и так далее и тому подобное. Ну, и он старый, добрый, конечно. Хороший сайтец. Да, ХЛТВ-шничек. Кстати, Дима вернулся. Ну, не знаю, успели ли что-то обсудить и обсуждали ли вообще. Им спирит, им сейчас нужно на самом деле собраться. У Ашер, в принципе, все и так более-менее хорошо. Кстати, мы видим Джонта на сервере. Конечно, тренер. Мы знаем, что он вернулся сейчас в Днепропетровск на неделючку. Да, да, но на сервере. Ну, конечно, он всегда находится и на тренировках с командой. И, конечно же, работа есть работа. Ну, у КТ тоже есть коуч. Мистер Си какой-то, как в ТМС Бонде. Или это пустой слот, просто как коуч Си. Да ладно, загадка. Напишите в чат, может, кто-то разбирается в этой системе. Как в тренере? В тренере команды спирит, кто помогает ребятам? В смысле, если никого нет на слоте, может, оно там... Кто тренер? Мистер Загадка. Так, Team Spirit без денег, мы уже об этом говорили. Но, опять же, тренер это слишком громко сказано. Тренер это больше координатор, наверное. Вот человек, который, да, больше управляет. In-game лидер. Ну, тут, опять же, с каждой командой разная ситуация. Тут такой именно, чтобы тренер, прям вот тренер... Пишут, пишут, есть тренер Цертус. Вот, просто он неполный ник написал. Но, тем временем, разваливается пока оборона. Не мудрено. А вот это, кстати, уже отчитаемо было. Не в первый раз отфиг так действует. Да, тут, опять же, продолжим мысль про КС-тренеров. Там у них свои обязанности, конечно же, и тактики, и стратегии. Там и спарринг-партнеры. И очень много работ, как это делать эти ребята. Ну, здорово, что есть тренер. Ну, само слово «тренер», да, вот оно как-то вот, я так подумал, звучит как-то вот все-таки... Ну, а как? Не до конца правильно. Шестой игрок... Ну, шестой игрок тоже, да, не подходит. Пока будет тренер. И менеджер не подходит. Там что-нибудь придумаем, да. На ходу. Ну, наверное, тренер и тренер как-то прижилось. Да и в новостях все пишут «тренер» в скобках. Давайте смотреть дальше. Делаю все-таки закуп, не дожидаясь какого-то полноценного бая Team Spirit. Две ЮМП-шки Фомас. Ну, и АВП до Фоста, наверное, основная ударная мощь сейчас в обороне. Так, да, я с тобой полностью согласен. Ну, что же, я просто, знаешь, опять же... До сих пор ищу слово. Да, до сих пор ищу слово. Потому что вот все-таки тренер тот человек, который указывает команде вообще все, что делать всегда. Но в КСе порой зачастую происходит совершенно по-другому. Но там отдельные истории. Так, 5-4 ситуация. Зеро бит. И пока что неплохо после первого минуса вроде бы ситуация для команды Spirit. Ребята должны сейчас вроде попытаться остановить своих соперников. Забрать шестой. Вообще как-то на 7 выйти. Плюс бит из зеро. Не знаю, есть ли вот эта дополнительная информация у команды. Но смотрим. Я считаю, что, опять же, защита на Нюкет должна быть тоже динамичной. Постоянно менять позиции. Опять же, работать по инфе и по информации. По информации о действиях твоих соперников. Здесь очень много, опять же, пространства для пушей. Очень много подсадок. Очень много хитрых мест различных. Ну что же, Смайк уверенно пробивает Бэплэнт. Да, вот он. Ай-яй-яй, а дальше что это? Ай-яй-яй. Решил все-таки на агрессию выйти Довкост. В итоге 16 хп на его хелсбаре. Молотом Довкост эвакуируется. Мог выйти добить. Ну повезло. Довкост туда все-таки в ножку залетел. Очередные 84 хп. Именно столько забирает АВП с попадания в ногу. Ну и Колди где-то тоже досталось. 13 остается у этого парня. Теперь уже Ашер переворачивает ситуацию. У нас не конец. Довкост принимает Смайка. Довольно гибко играет Довкост. Поменял позицию. Хорошо, что своему в голову сейчас не залетело. Ну что же, минус от стейка. Забирает Сотфика. Два битых игрока. 15 секунд. Пора бы как-то в плент уже выходить Ашером. Опа! Нет, дабл мог произойти. Какая жесткая ситуация дальше. Очень сложный выстрел. Все-то как-то зеро подзастряло в окне. Там вроде сейчас можно очень быстро вылетать. Но бывает, бывает. Да, он там задел ногой, наверное, за окно. Но все-таки тайминга хватает. Идти тащить три красных игрока. Парням нужно одну пулю попасть по нему. Ему нужно по двум целям попасть, опять же, две. Конечно, задача усложняется. Выползание в смок, оно обречено зачастую, конечно. Да. 9-5. Да, отлично, отлично. Действует. Не зря взяли, наверное, все-таки нюк. Даже если в атаке уже такой результат. Ну и посмотрите, какие девайсы сейчас у команды Spirit. Обычно, да, в такой ситуации этот раунд как-то посреди всегда тащится вот этим гиблым баем. Да, сейчас отфиг с магом в упоре там на дверях. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что, опять же, слишком много раундов прошло. Уже очень много иногда эти ребята знают о игре своих соперников. Плюс мораль, плюс воля к победе. Но, наверное, это не тот случай. Сейчас, по идее, ашеры должны все дело остановить и законтролировать. Но на нюк можно играть с таким, с магами. Очень, опять же, много ближних дистанций. Можно отдавать все пространство. Сидеть по плентам, по плентам, я не знаю. Взять 7, ну это еще 7, говорю, 5 максим. И сидеть за каждым углом. И сидеть по точкам, да, за каждым углом. Кто-то узнает вообще, к чему придет КС на этой карте. Ну, пока что мы видим холды с двух сторон. Маг 7, ну, в дефолтной максимальной позиции на контакте дверей. Ну, а что касается Ашер, все-таки побаивались выходить с ранним таймингом. Действуют более осторожно. Ангел выпускает Бондика поверху. Ну, вот отдают девятку постоянно спирит. Это, по-моему, вообще беда. Так, ну нет, не отдают вот эту позицию. Смайк вот понимает, опять же, что нужно контролировать. В общем, большинство команд защиты почаще используют этот поджимчик. Минус от колди. Какой хороший, четкий бакен также по голове стика. И снова. Эй, Бондик ищет минус, понимая, что под них кто-то... Это есть магия последнего раунда. Я обычно туда прошиваю, мне пишут сразу же. Бонди не парится. Ахты читер. Начинать шить или все-таки поискать минус? Ну, конечно, надо еще кого-то поискать. Позицию не хочется спалить. Все-таки очень хорошая, перспективная. Но, правда, все-таки, если сейчас тиммейт погибает, все, он один в три. Догадывается, догадывается. Бондик видит спину, дает минус. Нужно забрать бомбу сейчас зеро. Ай-яй, тут Кебакин. Нет, на этот раз Кебакин не убивает соперника. Какая бомба-то с другой стороны. Очередной раз и соцвик, что забыл, где бомбу по дефолту сбрасывают его тиммейты. Мало времени, надо прям бежать, ставить, а тут... Девять, он справа. Есть инфа. Убить-то просто зажать надо. И убить. Патроны. Есть бондик. Это 10-5. Ашеры, ну, круто сыграли в сторону. Тим Спирит нужно теперь все. Пистолетка, оружие. 10-10 счет. Иначе будет жестко. Да, Тим Спирит, конечно, маловато взяли в дефе. Посмотрим, покажут ли какую-то сверхъестественную игру в атаке. Но вот по большому счету все идет, конечно, к 2-0 по картам. Ну, ждем чудес от Тим Спирит. Возможно, тоже где-то что-то приготовили для нас. Так, там по пингу у кого-то было, по-моему, слишком люто. У кого-то была сотня. Подлагивает у кого-то? Все-таки матчи по интернету, мы об этом обязаны говорить. Потому что парень может стараться, там классно играть. А у него 100. Ну, на, терпи. Терпи, казах. Да. Казаха, конечно, отдельная история с пингом. Да, жалко, жалко, что так происходит. Да вообще, вот я уже жду, когда у нас вообще все страны СНГ подключатся. Ну, не обязательно СНГ, а там постсоветское пространство, назовем это так. Хорошенький пинг был играть между собой, тренироваться, повышать скиллы. Появлялось больше команд с различных стран. Ну, тут пока что пробили, кстати, рампуть им спили. Довольно командно действует. Смайк увидел, что это спрыг на нижний плент. Пробили, ну, так, с болью. А вот теперь уже неплохо после этого хэдшота по Смайку. Так, Бондику вообще что делать? Чекать девятку, Б смотреть. Ну, и опять же, атака остановилась на вилке. Ой-ой-ой, тут походу Стика сейчас оформит минус. Но нет. Нет, Колди оформил хэдшот. Стика как-то не был готов к этому выходу соперника, не верил до конца. Хотел уже жать спину, думал, что не прочекают. Как будто он руку брал на долю секунды с мышки и как-то потом уже неуверенно так начал стрелять. А вот Колди выходил опять же со знанием, с ожиданием. Дал минус три. Ну, что, может, эйс Колди? Три фрага имеется. Тут, кстати, натопали ребята. Ай-яй-яй-яй, Бондик. Бондик не так прост. Вырубает он здесь, остался до конца. Не зря он ожидал. Правда, чуть-чуть тайминга потерял. И теперь, конечно, вот ему будет тяжело. Его будут контрить. Он действует быстро. Понимает, что нужен один минус. Видит, но нет. Там вдвоем открылись. Что же, пистолетный раунд для Team Spirit. И, походу, это сколько? Три-один они ведут по пистолеткам? Да, три-один на двух картах. Ну, и самое главное, что для них история на карте Дедюк не закончена. Также взяли пистолетку. И, в общем-то, будет бой, если у них получится, опять же, зацепиться за оружейный. Не потерять много девайсов на этих раундах. И вообще не отдать форс. Да, самое главное. Самый вот такой обидный раунд, когда отдаешь форс, а потом два эка, и не хочется делать. Нет, ну, уже знаешь, такой современный КС, пора перестать обижаться на проигранные форсы. По крайней мере, во втором раунде, я имею в виду. Контрить надо этот форс и быть готовым ко всему. Ну, это нормальный раунд. Это хорошая возможность выиграть раунд. Что ж, Ашер. Небольшой стак на верхнем пленте. Снизу, кстати, может. Да, тогда вот он, вот он, партизан. Вообще его не ждут. Его не слышали? Не топнул только что. Ну, что, вот обидно будет, если выйдет. Ай, там со скалы тип чекает. Ты посмотри, все-таки чекает, чекает хорошо. Минус есть. Ангел по голове получил. И пока что все очень перспективно для команды Спирит. Давкост идет за Ангелом. Дима забирает с майка. Ну, и, в принципе, без потерь. Даже по хп. Но у Тим Спирит сейчас все здорово. Бондик пытается поджать мейн. Понимая, что там прошли уже по улице ребята. И вниз они точно не спускались. Сера неплохая перспективная была позиция, как для начала раунда. Но теперь уже, конечно, в развитии нечего ему там делать. Уже у нас тут трое по низу прошли. Об этом, по идее, должен был сообщить Бондик. Он, возможно, кого-то услышал. Давненько по вентилям уже гуляет. Ну, и все выглядит очень классно для Спирит. Ашер, Хеллрейзерс. У них проблемы, но, опять же, от них многого мы не ожидали в этом раунде. Опачки, что-то тут про Ангела вообще забыли. Он нашивает по одному. Не дал поставить. А тут и Бондик поработал. Если Бондик трубу заберет, это будет вообще провал. Так, Бондик забрал. Девайс, это опасно. Двое вентиль. Плохо вообще. Запутались в винте. Вот это провал. Забрал бы второго, это бы все. Остался бы один игрок. Спирит против двоих игроков. Ашер еще в момент непоставленной бомбы. Ну, тут хорошо, что вот не попал сразу же Зеро. А то это был какой-то, по-моему, очередной для него перспективный клач в этом матче. 7-10. Тим Спирит пока еще с болью держится на второй карте Данюк. Да, так тяжело, тяжело забрали этот раунд. Особенно вентиляции там парни не совладали с Бондиком. Но все-таки получилось. У Хеллрейзерс полный экономический раунд. Ну и битва продолжается. Напоминаем по картам. Счет 1-0 в пользу Ашер. Выиграли чужой пик. Взяли Мираж. Так, что же они сейчас делают? Да, с болью 16-13 все там было очень сложно. Ну и очередной экономический. Как они выберут позиции. Пока мы видим засаду в ангаре. Один спалился. Ну, также зачекал соперников. Слышит пробегающего. Его должны убивать, кстати, такой куча игроков. Но нет, это давкост. Минус 2. Что-то засада в ангаре. Стика не вышел, потому что боялся спалиться под улицу. И на самом-то деле вот эта засада не выглядела такой перспективной. Как-то бы, наверное, просто по ситуации сказали. Давайте на улицу сделаем засаду. Но на самом-то деле она не разобрана. Не были действительно готовы по отдельности игроки делать какие-то активные действия, размены. Ну, мы видим, к чему все привело. Зеро последний. Все пять игроков с полными столбиками здоровья. Зеро в супер засаде. Бомба лежит. Сейчас пойдут, уже наконец-то вспомнят про нее. Ребята из Team Spirit и поставят. И, в общем-то, главное, ну, вряд ли на Б. Потому что если пойдет на Б бомбу ставить, там реальное приключение получится. Ну, что же. Ну, а сверху контролили, поэтому выходить в Б было бы, наверное, ну, таким необоснованным решением. Да, Дима нормально все делает на верхней базе. Ну, а HellRaisers пока что могут воспользоваться этой паузой, пообщаться между собой. Вот, наконец-то там, ну, не то, что наконец, вообще решить для себя, что они будут делать со своей первой оружейки в этой второй половине. Ну, и вот от нее уже дальше, опять же, отталкиваемся. Если произойдет то, о чем я говорил, 10-10, это реально крутой поворот событий. Там плюс мораль для атаки, экономика для атаки. Уже где-то сомневающаяся защита. Там, опять же, по деньгам, там брать, не брать, АВП тоже. Ну, да, сейчас первый и второй девайсные будут определяющим, на самом деле, фактором. Как HellRaisers могут зацепиться, так и Team Spirit продолжать набор раундов. Они, кстати, не умирают. Это хорошо для Team Spirit. Ну, знаешь, ну, вот счет 8-10, но я считаю, это вот последние шансы команды Spirit вот реально перевернуть жесткое событие. Вот выиграть карту. Нужно брать... Да, два девайсных надо брать. Девайсный, эко, девайсный, эко. Вот так вот. Ну, а если Ашеры возьмут вот два подряд, то это, наверное, все. Игра на этом закончится. Там 12-й, 13-й пойдет. И хотя там уже, в принципе, за счет поставленных бомб может и еще один оружейный случится. Ну, посмотрим. Так, для начала надо хотя бы один выиграть HellRaisers. Ну, что же, выход на улицу тут у Сотфика не допрыгнул. Да что ж такое? Ай-яй-яй. Ну, давай. Ничего страшного. Просто тайминги немного сдвинули. Сотфик уже на скале. Будет откидка смока сбоку. Бондик ждет выхода через будку. Пойдут улицу. У них есть снайпер. Тоже знают какие-то гранатки. Опять же, карту оставляли. По идее, все-таки, походу, были готовы ребята из Team Spirit действовать на нюке. И, в общем-то, тоже его играют. Потому что защита так местами хорошая была. На мейне дым. Терен не допросил или специально там лежит? В принципе, атака без проблем проходит сейчас по улице. Но у Ашер есть вся информация. Конечно, как-то тут удивить уже не получится у Team Spirit. Да, вопрос, что дальше. В принципе, опять же, много ума не надо, чтобы пройти. Чтобы кинуть 2-3 смока и пройти вниз. Но вот вопрос, какие действия, какой второй шаг команды, которая играет в атаке. Мы видели, что у Ашер тоже были такие попытки. Но не всегда это приводило к чему-то хорошему. Ну и непростой бай, да, с первыми арморами. Четырьмя, в принципе, против Калаши это нормально. Хотя, опять же, тут и прострелы залетают частенько. И всякие неприятные гранаты. Идут, идут все-таки под бэ вместе с бомбой. По идее, Стика тут должен, по крайней мере, минус сделать. Не получилось. Вот это да. Ну, Ангел. Вот это провал. Разменялись. В принципе, Стика видел бомбу, дал информацию. По-моему, да, никто не мешает ставить плент. Зеро вот только на вилке. Нет, не увидел. Теперь опасно такая ситуация. Влетает на тебя игрок и сразу ставит хедшот. Видишь, с префайром чекают вилку. Дима отличный хедшот по смайку. Ну, как-то слишком просто дали выйти на бэ на самом деле атаке. Бондик. Два в три. Есть у них, конечно, битый игрок. Ох, как хорошо. Все, забрали всех. Да ладно. Она знает, по-моему, где последний. Хотя нет, Зеро чекает. Сотфик мы видим в аквариуме. Видя спил. Полился. Ну, как же так? Ну, все-таки минус сделал. То сейчас Сотфик. А что там? Чем ответят Ашеры? Фейк дифуз. Бонни. Не повелся. Не повелся. Сотфик. Бомба пищит. А там, по-моему, хитов и нет. Не получилось потащить Ашером. Сотфик красавчик, конечно. Но жесткие раунды такие. Жесткие концовки. Да, один в один все закончилось. Но, опять-таки, бомба стояла уже очень долго. И Team Spirit практически уже догнали Ашер по счету. Там снова мы видим проблемы с деньгами. Ну, и да, надо играть Эка и брать Авика. Об этом, наверное, говорят ребята из команды HellRaisers. И вот он, вот он тот момент, о котором мы так долго говорили и его ждали. 10-10. Все-таки получилось Team Spirit взять пистолетку, сделать 3-0, взять оружейный. И вот 5-0 сделают ли за атаку или нет? За важные раунды. За важные раунды цепляются Спири. Действительно, вот в ключевых моментах пока справились. Еще ничего не решено. Потная зарубка была и на мираже. Мы видим, переехала также на нюк. Ну, и вот мы видим нюк, где атака показывает нам очень достойный результат и хорошее количество раундов. Да, так и есть. Ашер взяли 10. Ну, и вот Team Spirit начинают тоже хорошо. Ангел, вот могут не начекать, вот просто забыть, посмотреть налево. Давайте смотреть. Ну, теоретически, конечно, Ангел там смертник. Но могут... Вот. Нет, прочекали. Если бы не флешка, по-моему, Ангел бы успел. Ну, все равно вот в большинстве случаев таком боком вылетаешь, и у тебя очень близко прицел к этой, ну, позиции Ангела. Ну, да, но он чекнул и развернулся, но там так близко было. Да, разменялись и так в плюс Ашер как-то тут Team Spirit без бомбы ломанулись, умерли. Да, если бы еще и там был минус, то это вообще был бы полный провал для ребят из духа. Так, наверное, говорить нужно. Да, боевой дух, наверное. Spirit. Команда дух. Какой-то дракон еще на аватарке, наверное. Драконий дух. Ну что же, Сотфик, на ровном месте находит стик и непонятно как-то загулял. Ну, есть это по бомбе инфа. У Ашера мы видели только что на улицу, Бондик ее выбил, по нему тоже инфа он сразу пытается менять позицию. Кибакин, 23 секунды. Знает, что Бондик был в девятке. Бежать на нижний. Вот и туда смотрит, у Бондика там уже нет. Вернулся, вот не боится вообще Кибакин. Смайк понимает, что по таймингу уже в принципе пора вот подниматься, хлоповать Бондику. Будка. Опасно, Бондик сейчас уйдет. Про отца. А что там, ветер забыл какой остался? Жесть какая-то произошла. Дали сейчас точку. А Смайк вообще с пистолетом. Ну, это же эко-раунд. Ай, не нашел себе девайс. Ну вот Бондик отдал 9, в итоге просто пришел и поставил плент Кибакин. Выбивают, выбивают частенько пушки хеллрейзер, ребята из хеллрейзер, из рук своих соперников. Но раунды заходят все-таки. Именно команде Spirit тактическая, нет, все-таки техническая пауза. У него, наверное, 100 пинга что-то там подводит. То ли интернет, то ли компьютер. Непонятно. Но вот уже второй раз вылетает игрок из российской команды. Да, понятно, что будет ВП, да, ВКОС также работает с АВП за атаку. Немножечко поменяется у нас сейчас движение на карте Нюк. Опять очень жесткая игра 10-10. И мы помним, что на Мираже такое тоже было, но в концовке команда Spirit развалилась, расклеилась. И их просто раздавили ребята из хеллрейзерса. И вот опять же, вроде бы они играют в защите, но вот пара-тройка раундов для хеллрейзерса, это все. Еще там большие деньги, счет уверенный, и уже их практически не остановить. Ну вот третий, самый важный раунд второй половины. Взяли пистолетку, взяли первые девайсы Spirit. Сейчас подошли вплотную ко вторым, и будет еще сложнее, потому что HR обзавелись снайпером. Посмотрим, ВКОС может, конечно, там тоже хорошо поработать. Это такая позиция популярная. Я думаю, ни один, ни одну сотню часов по улице гулял, Нюка знает позиции. Ну там много вариантов, может вообще Смайг не пойдет туда, пойдет куда-нибудь в девятку сидеть. Ну опять же, да, можно удивить и с Б поджимчиком, и с мейна в будку посмотреть, щелкнуть, потом на улицу перевестись. Но это все должно, конечно, происходить в связке с тиммейтом, который отфлэшит тебя, спасет, вытащит из любой тяжелой неприятной ситуации. Но пока что 10-10. Да, пауза продолжается технического характера. К сожалению, Дима покинул ряды команды Team Spirit. Надеемся, ненадолго, потому что вот у нас самый интригующий момент Нюка. Полноценный девайсный СВП и у одних, и у других, счет ничейный. И вот тут очень многое сейчас решится. Пока ждем Диму. Лучше пока что сделаем анонс следующего матча. Кто играет, кто комментирует. Хеллрейзерс продолжают рубиться. Следующий их оппонент венгерские фрукты. Которые только собрали состав. У них всего 4 официальных было матча. Причем против одной и той же команды. Против X-Status играли. 3 выиграли из 4. Ну, опять-таки соперник был не самый сильный. Best of 5, короче, победили. Можно сказать и так, да. Best of 5 выиграли. Откомментируем вместе с Лениным этот матч. Вот так вот. Никуда не уходите. Сегодня вечер вместе с Хеллрейзером. Сидите на стриме. Сидите на стриме и никуда не уходите. Лучше еще и зовите друзей. Где же Дима? Возвращайся к нам. Интересный намечается вообще нюк. Потому что счет крутой. Пауза. Сейчас там еще все там обговорят, обсудят все свои ошибки. И начнется дикая рубка. Да, Спирит прямо в атаке собрались. Действительно у нас, наверное, редкий случай, когда в нападении берут больше раундов, чем за деф. Так, там в чатике уже минус провайдер, пошел гулять. Это будет вообще провал, что вот такая ситуация. На самом деле непонятно. 1-0 по картам вроде бы за Хеллрейзер. Да, вроде бы они в защите, но 5-0 за атаку выигрывается Спирит. Да, хотя из них тоже выбиваются пушки. У них тоже не все так хорошо. Мы видим у троих там 950, 0-1200. Там только у Кибакина запас. Сколько осталось людей мы сейчас увидим. Ну и в принципе, вот опять же, этот раунд, считайте, что 1 за 2 возможно. И поэтому, вот если его не сыграют, будет очень досадно, если не вернется игрок, если там появится какой-то стенд-ин. Ну будем ждать информации. То ли стенд-ин действительно, то ли Дима там все заребутает, купит себе второй интернет, новый компьютер. Непонятно вообще в чем проблема. Прибежит к соседу, дай катнуть на твоей мышке с шариком. Что, мышку можно взять, там девайс не проблема. Настроит там все. Ну ждем, ждем информации. Пока что могу напомнить, какие команды уже попали во второй тур. Это группа А, Kingwing Godsend. Группа Б, Mortal Kombat. Те самые болгары. И Alternate Attacks. Это вообще самая сенсационная группа. Фавориты не вышли. Enz и Epsilon. Все думали, пропадут дальше. А у нас Alternate Attacks и Mortal Kombat вышли. Да, Epsilon сами виноваты. Это отдельная история. Конечно же, ребята выиграли турнир в Китае PGL. И после этого не очень уверенно сыграли. Провалили группу на Starladder. Хотя, вроде бы, игра была. Не знаю, что это было. Почему они пикали с каждым соперником это даст. И всем проиграли это второй даст. Это уже отдельная история для тренера команды. А у нас все-таки непростая ситуация намечается. Ненавижу вот эти матчи по интернету. Именно за вот эти паузы. Непонятные посреди матча. Да, группа D это матч-дебют, матч-открытие. Hellraiser с Team Spirit. Помимо этих команд, также в корзине Gambit и Fruitys. Fruitys из Венгрии. У них сегодня второе. Best of 3. Ну и вот три СНГ команды уже получается. По-любому две из них должны выходить. Так, он вернулся. Все хорошо. Добро пожаловать назад. И причем 9 тысяч так. На богатом коне заехал Дима. Да, так нормально, нормальный. Нужный пацан вернулся в игру. Ну и что? 10-10. Важнейший раунд вот-вот начнется. 21-й. На второй карте Денюк. Выбор команды Hellraiser. Они хорошо сыграли атаку. Выиграли 10-5. Но тут соперник начал показывать признаки жизни. 5-0 за атаку от Team Spirit. И ребята сейчас уже с мыслями о том, что нужно вырывать Нюк. И перемещаться на третью решающую карту. Какую, кстати? Да, третий кэш будет, если все-таки Team Spirit смогут сейчас потащить Hellraiser. Ну, я думаю, будет борьба. Навряд ли прям 6 подряд. Возьмут и вообще без шансов закроют. Все-таки огрызнутся Hellraiser. Ну и там уже в каких-то качелях. Я думаю, где-то 16-13, 16-14. Как на Мираже. Все и закончится. Ну, да. Тут, конечно же, будет бой. Однозначно. Еще будет несколько попыток девайсных у Hellraiser. Этот. Опять же, там сольют. Еще один сыграют. Хотя там, в принципе, сейчас 6500 остается у Zero. Ну, ждем снятия паузы. Вроде бы, довольно долго уже Дима на сервере. Мы, к сожалению, не видим, что там в чат пишут игроки. Ну, наверное. Потому что иногда они пишут всякие гадости, которые не нужно вам читать. Вот и нам тоже. Есть такое дело. Но иногда вот мы не видим, да, важнейшей информации. Поэтому, наверное, какую-то секунду, минуту попросили. Вроде бы по пингу. Вообще, скачай КС Кван на наш модный ноутбук, который стоит у нас там. На студии, да. Потому что мы сможем с тобой видеть больше, наверное, читать больше. Заходить на сервер. Машнить. Пора бы туда вернуться уже, комментаторам. Нажимать на таб в нужный момент. Все, понеслась. Там что-то пишут, пишут. Гоу-гоу. Гоу-гоу. Поехали. Одна секунда. Начинается раунд. Ну и смотрим на мини-карту. Так, есть АВП в одной и второй команды. Начинается экшен с лобби. Вот так решили вообще на улицу не соваться спили. Опа! Вот это нежданчик. Дверь там проломали и поставили хороший минус на Ангеле, который заходил в пристройку. Заскучал Ангел. Да, не ожидал АВП. Отличное начало. Смайк с УБ плента поднимается в районе улицы и уже... Ну вот тут, как мы видим, сплит-выход получается через мейн. Смайк никого не видит из-за этого дыма. Стику отрабатывает. Мы видим первый минус. Ну тут еще Бонди. Хорошая позиция у Ашеров. Просто великолепная. Они должны тут всех принимать. Вроде бы и Смайк не успел. Но смотрим. Да, добивает. И Бондик. Еще и здесь настрелял. Да, просто шикарно все. Они берут этот раунд. Причем с минимальными потерями, потеряв всего лишь двоих игроков. Да, здорово. Хеллрейзер. Вроде бы 4 в 5 были. Мы помним по Ангелу зашел энтрекил. Но тем не менее, вот эта связка с Тика и Бондик сверху просто развалили всю аркаду. А теперь лютый форс, Галил, Скаут. Да, два калаша. Один из них с полной раскидкой. Но это все равно не самый полный набор. Не самый лучший для атаки. Скаут тоже спорно. Либо зажжет. Либо умрет очень быстро. Мы видим, да, в Кост прям пытается на этом Скауте действовать супер открыто. Но Молотов, конечно, немного его остановил. Так, ну пока атака халдит. И вообще даже не стреляет, не показывается. Многие команды там пытаются действовать активно. Там сразу же на улице за контакт. Хоть цепляются и дверь эту проламывают. Ну вот в прошлом раунде, например, дверь взорвали. Ну ее там взорвали. Тут там еще и АВИК вышел очень нагло с этой двери. Но ее хотя бы можно взорвать. И уже контролили. Да, там и так непросто это немножечко сковывает смещение обороны. Пойдут по улице. Причем два игрока в контакте. Может просто сейчас не понять. Смайк, но на одного среагировал. На сотфика не получилось. Но свой фраг, как говорится, сделал. 4-4 ситуация. Уже об одном игроке знают. Утого уже ждет стик. А тут он уже получал. Теперь, я думаю, будет пободрее. Колди. Увидели Колди. Ай-яй-яй. Ну вот это да. Начал же стрелять Зеро. А вот Колди вообще не был готов. Ну да, но Колди вышел и попал. Зеро бил куда-то в руку, в ногу. И в итоге 22 кп у Колди. И большинство у команды Спирит. 45 секунд до конца раунда. Ну и принимают решение заходить на Б. А тут Ангел. В принципе, хорошая точка. Он может вообще тут сидеть и все спины собрать. Но Ашеры помнят, что один прошел вниз. По нему была информация секунд 30 назад. Натопали жестко. И они понимают, что это сплит. И вот здесь, если ошибутся... А, нет. Один прочекал. Но этого было недостаточно. Неудачно все. Ох, Ангел. Ну вот то, чего мы ждали и произошло. Подзабыли эту позицию. Один чекал в полупрыжке, уже спускаясь вниз. Немножечко спешили. Потому что тоже ребята там 20 секунд. Одна, по-моему, оставалась. Хотели быстро пройти по позиции. И вот просто неудачно начекали. Чекал как-то второй, средний. В прыжке там что-то вообще невероятное было. Оказался между своими тиммейтами в линию. На долю секунды. И, короче, все это было печально. Ну, Карась, как всегда, зажег. И сыграл очень круто. Ну что же, Сотфик все-таки засейвил АВП. Это хоть какой-то бонус для команды Спирит. Ну а вот Хелл Рейзер, взяв два подряд, сейчас сломали экономику команде Спирит. Ну, опять же, я про это говорил. Возьмут Аширы два подряд. На этом может все и закончиться. АВП до вкос, друзья. Вот это ща начнется. Ну что же, вся надежда. Сейчас чисто снайперская игра начинается от атаки. Ну, Ашир знают про АВП. Я думаю, не будут подставляться. Вот просто так до вкос, кстати. Ну, тут Ангела уже не будет. Или будет? Да вот, я так и знал, что снова сюда пойдет. Потому что мы всегда пытаемся обращать, если есть такая возможность, на респауны игроков. Хаешка, но да, вкос успел все-таки мансануться. Хотя как-то она его еще и задела. Да ладно, 18 хп до вкос. Не получилось просто посыграть. Ну, мог, мог, реально мог. Вот таки-нибудь сквозь текстурку там по Ангелу неполный демеш засчитала. Стико, кстати, тоже красный. Ну, и теки, арморы. На самом деле, спирит еще поборятся в раунде. Так. На Б пойдет АВП. Будет распечатывать дорогу. Красный, опасный. Одна какая-то шальная граната, какой-то префайр. И все, ты падаешь. И очень опасная позиция. Ну, а что делать, конечно? Ну, там на рампах, скорее всего, будет движуха. А, тут подсадка. Ну, как тут с ВП выйти? Справа сверху смотреть. А что вообще ходили? Там ходили под Смайкой, я помню, на Б. Была перетяжка какая-то на Б. Но в итоге какие-то раунды были. Ну, и вот первые попытки от спирит. Спирит. Ну, вот опять же, до этого была перетяжка, где всех замочил Ангел. Ой, тут вообще перекрестный огонь. Тут ждут полностью. Просто ждут именно этого выхода. И тут будет очень тяжело. Я не знаю, если они выйдут. Без флешка, а дым. Ну, применять надо. Кипак. А, ну, это ВП, они выходят подавить. Отдали до вкоста. Ах, вот направо, а про ящик многие еще и не помнят. Что теперь нужно направо-вверх смотреть, а не просто... Это очень неудобная подсадка. Что-то, что такое, что два ВПС. Ну, нормально. Это, видимо, Гоу-ТВ у нас что-то подвисло. 13-10. Не реализовали АВП, хотя, конечно, до вкост старался изо всех сил приносить пользу какую-то. Так, что там по респаму атаки? Вот нам защитку показывают сейчас, но... Ну, средний вроде там не особо. Не вижу. По мини-карте не могу понять, к сожалению. Ну, не прямо в упор я вижу кусок зеленого. Там вроде частенько до вкост на первом респе появляется, и он, знаешь... Залетит, думаешь, опять? Старается им пользоваться как-то по ситуации, но там сейчас улица, поэтому, возможно, быстро мы на улице и в мейне увидим игроков. Вот Ангел может даже, знаешь, проспать, если сейчас вот через 2 секунды бежал бы игрок дальше. Но они боятся уже с Майка, с АВИКом, поэтому... И его смены позиций и так далее. Мы видим, вот только сейчас полетели дымы. Да, поэтому никто там не бежит никуда. Ангел понимает, что нужно давать хаешку. Это, по-моему, а Молотов какой удачный Молотов. Хотя мы видели, знаешь, многие топ-коллективы тренируют быстро именно раунды. Вот именно улица вверх-вниз. И есть там очень интересные такие вещи, которые можно, как говорится, подсодрать, что-то изменить. Ну да, просто как бы лук не самый ходовой у Team Spirit. Навряд ли они его прям так супер жестко как-то готовят. Опа! Тут в линию выходят Стико, ну вот это да, дали ему еще уйти. Да тут еще и третий, наверное, должен был погибать. Зеро был за спиной, все знают, не последний. Кирилл получил по лицу, но, опять же, все-таки наш... А, нет, не последний, извиняюсь. Кое-как разменялись, есть инфа по двум игрокам. Команда Team Spirit. Сотфик, еще 30 хп целых у него. У Смайк, кстати, хорошая точка. Оп, была секунду назад. А вот теперь тоже будет хорошая, но давкост еще может привести прицел. Ствол, ай-яй, сквозь стекло даже не попал. Смайк делает ноги, давкост поджимает. Та, особо тут заигрываться не стоит, времени мало, оставлять 2 в 2 команду не хочет. Вот это, конечно, классное изменение, то, что можно здесь одному подняться. Мы помним клатч раунд от Зеро именно с этой позиции. Он развалил там двоих. Вот в лейте это шикарная вещь, конечно. Этот бортик на улице. Единственная приятная вещь для атаки. Сотфик что-то вообще подрастерялся со всех сторон. Ой, ну вот со счета 10-10 и как-то просто расклеилось. Это темп сбил Дима своим выходом. Все, потухли Spirit. Ну и как мы видим, целых 4 раунда подряд выиграли Hellraiser. Ну что, форсить будут и на B? Да, так и есть. Так и есть. Уже никто не сливает на 15-й, опять же. Ну, если бы они были в защите, то они могли себе такое позволить. Слить и со счета там 10-15 пытаться брать 5 оружей подряд. Но за атаку вы все понимаете, друзья, что это... Миссия непростая. Не смогли сделать это вначале, но там были пистолетки и свои нюансы. Здесь уже соперник во все оружие. П-90. Как он прочитал этот раунд? Просто П-90 умри, говорит Стика. Умрите соперники. Минус 3. И все, раунд закончится почти. Дима, один в 5. Ой-ой-ой, без бомбы. С бомбой, с бомбой. Ну, его спалили, конечно. Там все тиммейты прикрыли его своими телами, чтобы он прошел. Ну все, он в тупике тут. Куда? На плен выходить ждут. Со спины уже ждут. Ну что, неплохо на самом-то деле. Ребята играют на карте Дынюк. Можно это отметить. Не зря пикнули, не зря. Не так много ошибок мы видели. Хороший КС с вами смотрим. И он еще не закончил. Все-таки, может быть, все-таки спирит как-то... Ну нет. Эйс, да, сейчас раздаст. Не, ну вот со следующего я имею в виду раунда. Вот как-то может быть. Деньги есть. Отдали, конечно, уже серию, поэтому будут покупать калаши. Да, в костом что-то тысяча. Ему дропнули. Да, дропнули. Калаш, все хорошо. Можно быстро по улице хоть разочек попробовать. Можно. Да, конечно. Есть такое, а ну, посмотрим. Куча раскидок. Можно даже стенку смоков какую-то. Потому что там что-то эти там стека, зеро, постоянно меняют позиции. Очень потно играют. Частенько просто угадывают действия соперников. Ну и... Опа, нестандартная игра с АВП от Смайка. Пошел в вудку. Ну, кстати, не пошли на улицу. Не пошли. Медленно. А вот Ангел пошел. Все снова медленно. Ну, его чекают вроде бы гранатками, но все-таки до конца, поверить или нет. После минуса от Смайка будут вообще отвлекаться. В спину Ангела, второго вроде бы слышал. Да-да, там стрелялись с тиммейтом. Отличная работа от Ангела. Колди в смаках, находит голову зеро. Два в три раунд. Подловил наконец-то. Ух, какой фраг от Авкоста шикарный получился через щелочку в двери. Да кто там? Кто это бегает? Что происходит? Был Бондик. Мансят, Мансят на верхнем пленте. Бондик должен понять, что это Б сейчас. Ну и два в два. А нет, по-моему, эта стенка не прошивается. Или прошивается. Надо уточнить. Колди оказался нежданно, негаданно в девяти. Уже, видимо, прошивается. Вряд ли бы так просто. Бондик. Ай-яй-яй, обидный момент. Еще как-то разминулись с Авкостом. Всем хп Бондик. Игра не закончена. Ну, если он сейчас не покажет нам чудеса. Ну, тут суперклащ один в два. Семью хп. По нему инфа. Да, была, была. Авкост понял, куда мог деться Бондик. Топал-топал и исчез. Ну, конечно. Есть куча денег у Hellraiser. Вот в чем главная проблема. Команда Spirit, кроме счета, 11-15. Опять же, куча матчпоинтов у Hellraiser. Один только что был отыгран. Но, опять же, закупка под ноль. Ставится бомба уже неприятно. Ну, и только что вы сбили серию своих проигранных раундов. И это вообще... Да, у Spirit каждый раунд последний. Тут что уж тут. Ну, да. Это уже не повлияет. Это уже действительно не повлияет. Раунды нужно только выигрывать. Каждый раунд ключевой. Каждый раунд на вес золота. Ну, я имею в виду, что все равно капнет мало сейчас. И будет сложно. 1900 после этого, да? Получается. Вот так. Ну, я думаю, Смайк и компания потащат. Мы-то с вами... За победу побольше, конечно. Мы-то с вами каждый день смотрим трансляции. Понимаем, когда... Когда 16-й приходит. Зеро! Ой-ой-ой! А там подсадка. Все нормально или нет? Или что? Ангел же. Нет? Ну, тут... Нет, тут... Нет, нет, нет. Зеро один был. Зеро был один. Сига дает минус. Давко сбитый. И нужен просто... Нужен хэдшот. Уверенный хэдшот сейчас в ситуации 2 в 4. Иначе просто зажмут количеством мяса. Пространство будет очень мало. Времени, конечно, есть. Смотрим. Музка поспал! Он завтыкал вообще. Куда он смотрел? Не убил! Да ладно, да в кост, господи. Не зарезал своего соперника. Колди завтыкал, да в кост не зарезал. Такое, как кончание Нюка, конечно. Думал, спина, а получилось плечо. Ну, что ж такое. Вот ты резал, как и я на самом-то деле. Ну, да уж. Зато динамично. Моя школа пополнилась. Все-таки сегодня... Тех, кто режет в бок, они спину. Ну, что сказать, HellRaisers хорошо сыграли. 2-0 по картам. Своя карта была такая довольно неплохая. Ну, соперник был тоже не хуже. Там не слишком сильно оставали ребята из Team Spirit. Пожелаем им удачи в этой группе. Точно так же, как и HellRaisers. Потому что они играют дальше. Ну, и опять же соперник немножечко непонятный. Венгры! Опять венгерский КС. 4 официальных матча у них всего. Подготовиться тяжело против таких коллективов. Особенно, если они, по идее, хорошие КСеры. Там топ-игроки страны должны быть. И, по идее, знаете, могут и удивить. Но опытные, вроде бы, ребята из HellRaisers должны, конечно, с таким справляться. Посмотрим, как получится на практике. Следующий матч комментирует для вас по-прежнему Кван и к нему присоединяется. Ленин. На это место, конечно же, сядет пока что перерыв. Сколько времени до матча? Ну, сейчас увидим на таймере. Оставайтесь с нами. Ждем второе БО-3. Продолжение следует.